Добрый вечер на 12-м канале новости в студии Дарья Шадрина. Главное сегодня. Срывают злость на тех, кто старается помочь. Пациент напал на врача. Нейрохирургу разбили нос. Участковые терапевты и доктора скорой терпят нападки пациентов. За знаниями с новыми силами. Каникулы для школьников продлевать не будут. Увидят все великолепие Омска. Покажем Омск всему миру в его красивой величии и гостеприимстве местного населения. Организаторы рассказали, где и когда стартует всемирно известная ралли «Шелковый путь». Снегопады не страшны. Снег может идти, и мы будем справляться. Омские коммунальщики подготовили спецтехнику ко встрече с зимой. И в погоне за новогодним чудом. 30-31 декабря заполнены полностью. С 8 утра мы выезжаем и до 12, и до часа до 2 ночи. Мы на корпоративах и по квартирам. А мечи всеми силами приближают главный праздник года. По каким правилам будут встречать 2021-й? Срывают свою злость на тех, кто старается помочь. Медики все чаще страдают от рук разъяренных пациентов. Под ударом в первую очередь оказались врачи-терапевты, которые лечат больных на дому. На докторов, которые и без того валятся с ног от усталости, обслуживают десятки адресов и работают допоздна, сыпятся не только оскорбления, но и тумаки. С кулаками на врачей бросаются и в стационарах. Нейрохирургу из первой БСМП разбушевавшийся мужчина сломал нос. Достается и врачам скорой. Анна Кокорина выслушала истории тех, кто лечит, но в итоге страдает сам. В Омске все чаще помощь врачей нужна самим медикам. Вопиющий случай произошел в приемном отделении БСМП номер один. Здесь пока по невыясненным причинам пациент напал на врача. Нейрохирургу разбили нос с травмой. Он проведет на больничном как минимум три недели, а делом уже занялись следователи. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет России по Омской области для дальнейшего расследования. В отношении подозреваемого избранная мера пресечения в виде обязательства о явке. Состояние здоровья врача оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления. И такие истории, увы, далеко не редкость. Люди в белых халатах, похоже, готовы спустить всех собак, общаются с врачами, не стесняясь в выражениях. Но нервы у медиков тоже не железные. На прошлой неделе чаша терпения переполнилась у врача скорой помощи Юлии Моргуновой. В сети специалист с 20-летним стажем в красках описала о том, как бывает на вызовах. И почему порой вместо фонендоскопа приходится доставать мобильный. Почему я, врач с 20-летним стажем, с высшей врачебной категорией, должна это терпеть? И сегодня в ответ на хамство Матая набрала 112 и вызвала на адрес полицию. Сообщения моментально растиражировали СМИ, а в омской полиции назвали вирусным фейком. Подобное публиковали в Екатеринбурге, Новосибирске и Чулябинске. Ни одного заявления от Юлии Моргуновой стражи порядка не получили. Однако написанная ей история почти ежедневно находит свое подтверждение. Как правило, адресы проявляют в отношении медиков не сами пациенты, а окружающие. Это их родственники или, что еще менее объяснимо, это посторонние люди, соседи и прочие граждане. Бывает просто словесная перепалка, к которым, к сожалению, мы уже привыкли. Как правило, они ничем не заканчиваются. К сожалению, бывают случаи в каких-то классах. В этих ситуациях у нас очень надежно работают экипажи Росгвардии. В кратчайшие сроки приезжают и наказывают виновных. Беззащитными перед агрессивными пациентами остаются и врачи поликлиник. Именно они взяли на себя часть вызовов, когда не требуется экстренная медицинская помощь. За день каждый терапевт обходит не менее 20 адресов. Все это в нагрузку к плановым приемам. Так что добраться до некоторых больных удается только ближе к ночи. И не всегда для медиков готовят радушный прием. Торгула Меликова, например, покусала собака. Хозяева попросту решили не надевать на нее намордник. Была обеспечена помощь. Мы госпитализировались, поехали в травмпункт. Проведены были лечебные мероприятия. А это, к счастью, выпало на выходные дни. И поэтому я не работал. На четыре дня примерно выпало из графика. Лечить пациентов-медиков, оказавшихся на больничном, приходится коллегам. В строю в поликлинике на Левобережье из 27 терапевтов только половина. На Екатерине Зубенко сразу два участка. Сначала принимает плановых пациентов до последнего человека. После отправляется на вызовы по домам. Если тяжелый случай, то пришел пациент расстроенный. Его надо успокоиться, не надо посидеть. Нередко возникают и споры. Врачей, отказавшихся выдать направление на госпитализацию, берут в плен и не выпускают из дома. Есть определенные показания у врача. Он действует в соответствии со стандартными клиническими рекомендациями. Не потому, что так захотел пациент. Мы мнение пациента, безусловно, учитываем, но не всегда. Их мнение совпадает с нашим, поэтому это тоже нужно понимать. Если врач принял такое решение, он за это решение отвечает. И так значит правильно. Это надо принять и спокойно принять. Чтобы снизить градус эмоций, а мечам советуют с холодной головой оценить те масштабы работы, которые сегодня приходятся на долю медиков. От пациентов просят уже даже не благодарности, а элементарной вежливости. Анна Кокорна, Сергей Никифоров, 12 канал. Каникулы школьникам продлевать не будут. Об этом сообщили в региональном Минобре. Уже в понедельник, 16 ноября, ученики вновь сядут за парты. Возобновят работы учреждения дополнительного образования. А вот что касается студентов, они пока останутся на дистанционном обучении. Онлайн занятия продлятся до 22 ноября. До этого же числа останутся закрыты и спортивные секции. Тренироваться на площадках могут только члены сборных страны и области. Ну а сейчас о ситуации с COVID-19. В Омске сегодня 226 новых случаев коронавируса. Устойчивый прирост количества заболевших в регионе фиксируется на протяжении уже нескольких недель. Теперь в списке 18 350 человек. Выздоровели за сутки еще 110 мячей. Меняется и печальная статистика. Не смогли справиться с инфекцией еще 7 пациентов. Что касается данных по стране, сегодня диагноз подтвержден еще у 21 608 человек. Чтобы обезопасить мячей и снизить вероятность заражения COVID-19, в общественных местах проводят санобработку. Особое внимание пассажирскому транспорту. Речь не только об автобусах. Регулярную дезинфекцию устраивают и в здании пригородного вокзала. Здесь действуют строгие правила. Без средств индивидуальной защиты не пройти. За этим следят не только сотрудники, но и волонтеры. Ксения Пашкова расскажет подробнее. Голос из динамиков, информация на кассах и листовки. Главная тема всех сообщений одна – как избежать коронавируса. Как правильно обрабатывать все помещения, работникам вокзала напоминать не приходится. Каждую ночь здесь проводят генеральную уборку, а в течение дня тщательно дезинфицируют все поверхности. Все поверхности пригородного вокзала обрабатываются дезинфекционным раствором. Раствор специально прошел испытание и разрешенный для применения на транспорте. Дезинфекция проводится каждый час. Обрабатываются все контактные поверхности. Это у нас перила, поручни, кассовые окна, аппараты по продаже билетов. Все, что требуется от пассажиров – лишь надеть маски. На входе строгий контроль. Без средства индивидуальной защиты на вокзал просто не пустят. Чтобы поездка не сорвалась, респираторы всегда есть на кассе. Большинство билетами рисковать все же не решают, однако встречаются и те, кто обязательный атрибут путешествий оставляет дома или же носит в кармане. Почему только при нас маску надеть? Потому что разговаривать мешает. Как она может мешать разговаривать? Рот не открывается. Почему не без маски? Почему маска не без маски? Все, маски. А вообще вы всегда такие с ней? Нет, это я вот смотрю. Без маски удобно, конечно? Конечно, конечно. Напоминают о безопасности и волонтеры – это работники пассажирского вагонного депо. Они раздают памятки и маски. Здесь указываются для пассажиров определенные советы, как бороться с коронавирусом и какие правила соблюдать в этой непростой ситуации эпидемиологической. И мы раздавали также маски. Желали всем пассажирам здоровья, чтобы они береглись себя и своих близких. Кстати, проследить за соблюдением требований не всегда удается. Особенно в вагонах. Маски сбрасывают, как только выходит контролер. Поэтому проводить обходы сотрудникам приходится по нескольку раз. К просьбам надеть респиратор, отмечают специалисты, люди все же прислушиваются. Если же налицо явные признаки ОРВИ, пассажира на ближайшей станции встретят не близкие, а бригада скорой помощи. Ксения Пашкова, Павел Манжос, 12 канал. Новые магистрали научились строить качественно и в срок. О том, как в Омской области реализуется нацпроект «Безопасные качественные автомобильные дороги» Александр Бурков рассказал сегодня на заседании правительственной комиссии. Совещание прошло в режиме ВКС. На реализацию программы Омск в этом году получил почти 5 миллиардов рублей. На эти деньги уже отремонтировали 38 магистралей. Еще на четырех работы завершатся до середины декабря. Также еще один дополнительный миллиард рублей из резервного фонда направили на строительство трассы Омск-Русская поляна, возведение моста через Омь в Калачинске и другие дороги. Как подчеркнула вице-премьер Марат Хуснулин, Омская область в числе лидеров по темпам реализации нацпроекта. А в дальнейшем транш будут направлять только в те регионы, которые показывают высокие результаты и способны вовремя освоить выделенные деньги. Капризом погоды готовы спасать Омские улицы. От снегопада будут более 350 спецмашин. Сегодня технику во всей ее готовности представили журналистам. В арсенале дорожных служб самосвалы, погрузчики, грейдеры и другие тяжелые автомобили. В случае обильных снегопадов специалисты смогут задействовать весь автопарк. Уверяют на то, чтобы очистить основные магистрали, уйдут всего сутки. Следить за ситуацией на дорогах будут около тысячи сотрудников. Часть из них отправят на уборку городских парков, тротуаров и остановок. В течение трех суток в начале осенне-зимнего сезона снег может идти, мы будем справляться. У нас достаточно грейдеров, плужно-счеточной техники, КДМ. Все это достаточно для того, чтобы сдвинуть, переместить и частично вывозить. Мы всегда обеспечиваем ночные смены, дневные. У нас есть и тяжелые техники, К-700 с лопатами, грейдера тяжелые, средние, маленькие грейдера. Обещают дорожники, что проблем не будет и с обработкой улиц. Уже закуплено 50 миллионов тонн противогололедной смеси. Готовятся встретить зиму во всеоружии сами мечи. Приближают главный праздник года всеми силами. Люди признаются, устали от пандемии и ждут новогоднего чуда. Праздничные витрины и атрибутика повсюду. Очередь в фотостудии расписана вплоть до 31 декабря. Сказочные фотосессии в красивых образах проводят уже сейчас. Намного раньше стали бронировать Дедов Морозов и Снегурочек. У многих волшебников по вызову главная ночь года уже расписана по минутам. Не скажется ли на праздновании нового года пандемия и по каким правилам мы будем встречать 2021-й? Танзеля Бахтиярова узнала. В этой фотостудии новогоднее настроение уже не первую неделю. Пространство оформлено в минималистичном стиле, никакой роскоши, только пастельные тона и домашний уют. Тренд нынешнего года. Окошек для записи все меньше. У нас все выходные расписаны. Вот даже сейчас звонили, хотели забронировать, но просто с 9 утра до 5 вечера все занято абсолютно. Будни еще есть, не свободные, но тоже активно бронируются. Выходные все занято. Люди боятся, что в декабре все закроют снова на карантин и все хотят быстрее отсняться, чтобы были к Новому году хорошие фотографии. В магазинах и супермаркетах уже тоже готовы к предновогодней лихорадке. Презенты и украшения на любой вкус и кошелек. Самые актуальные сейчас игрушки из стекла. Это буквально писк моды и возвращение в советские традиции. У стеллажей пока не многолюдно. Тех, кто заранее рад празднику – единицы. Зато есть из чего выбрать. Начинается уже помаленьку, помаленьку. И очень хочется что-то новое. На елку какие-то новые игрушки уже, не знаю, заражаешься вот этой новогодней атмосферой. Я всегда начинаю заранее готовиться к Новому году, чтобы и настроение поднять, и вообще настроиться на новогодний лад. Несмотря на актуальный сейчас запрет на работу в ночные часы, омские рестораны активно продают места на новогодние шоу-программы. Отметить главную ночь года в среднем можно за 10-15 тысяч рублей с компанией в 4-6 человек. Правда, есть нюансы. Говорить на камеру рестораторы не стали. Из-за пандемии боятся сказать лишнего. Администраторы же по телефону потенциальным клиентам отвечают вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас можно заказать столик на новогоднюю ночь? На данный момент, к сожалению, неизвестно, как мы будем работать. Пока что так и остаются до 12 часов ночи. Возможно, что-то изменится. В любом случае, предоплату мы вернем в полном размере. Ресторан «б***ь», «кориан-досты». У вас можно забронировать стол на Новый год? Да, конечно. Пока ограничений нет. В случае каких-то ограничений, если дальше будет все продолжаться, то мы возвращаем деньги. Что выбираем? Белый. Белый. Белый? Белый цвет. Стас Малый и Настя Игнатенко 31 декабря вряд ли отдохнут. Рабочий день Диод Мороза и Снегурочки расписан по минутам. В тренде сейчас экспресс-поздравления. За 15 минут и небольшую сумму денег можно порадовать малыша или близкого человека. Желающих отметить Новый год по-правильному, со всеми его атрибутами, пандемия не останавливает. С 1 января мы уже знали, что на 31 декабря у нас уже есть люди, которые постоянно у нас. Мы их называем постоянцы. Даже многие предоплату вносили, но, как у нас принято, мы предоплату не берем. Заявки у нас есть. На этот год у нас уже заполняются 30-31 декабря. Заполнены полностью. С 8 утра мы выезжаем и до 12, и до часа, до 2 ночи мы на корпоративах и по квартирам. Те же, кто в период пандемии решили максимально сократить контакты, могут сами попробовать себя в роли зимнего волшебника. Благо найти реквизит сейчас совсем не проблема. В любом магазине есть, например, подобный костюм. Этот костюм Санта-Клауса обошелся, например, в 500 рублей. И в нем есть все, что нам необходимо. Давай примерим. Давай. Ну вот, 3 минуты, и наш Санта-Клаус готов. Нам даже не пригодилась борода, потому что своя выглядит куда правдоподобнее. Правда, ее немножко нужно будет покрасить. Я думаю, ты не против, Никита? Не против. Скажи что-нибудь по Деду Морозьи. С Новым Годом! Кстати, Федеральный Минздрав и Роспотребнадзор уже обратились к россиянам, призывают отказаться от шумных застольей и встретить 2021-й в узком кругу. Как и положено, Новый Год – праздник семейный. Эксперты уверены, так можно защитить себя не только от коронавируса, но и от гриппа. Эпидемию прогнозируют как раз на конец декабря, начало января. Тем временем стало известно, первые новогодние елки в Омске торжественно откроют 22 декабря. В Советском округе новогоднюю красавицу установят в недавно благоустроенном сквере молодоженов, в Ленинском, в сквере юбилейной, в Центральном на площади праздников. Большинство новогодних мероприятий в этом году пройдут только онлайн. Пандемия скорректировала план работы артистов. Проведение губернаторских и мэрских елок пока под вопросом, но свои сладкие подарки дети точно получат. Уже объявлен конкурс на покупку 40 тысяч новогодних презентов. Где установят главную городскую елку, пока неизвестно. Тем не менее, концепция оформления города уже утверждена. А вот от идеи создания снежных скульптур омские власти пока не отказываются. В отличие, например, от Екатеринбурга, где уже решили не строить ледовый городок на главной площади. И смотрите далее в программе. Увидят все великолепие Омска. Покажем Омск всему миру в его красе, величии и гостеприимстве местного населения. Организаторы рассказали, где и когда стартует всемирно известное ралли «Шелковый путь». Комфорт оценили. Очень хорошо, удобно, просторно, светло. Новые сиденья, удобно сидеть. Все нравится. Пассажиры протестировали новые трамваи «Спектр». Почему на Леню вышли еще не все вагоны? Теплым краям предпочел суровую Сибирь. Пока мы ничего не сможем сделать, нравится ему здесь. Омичи обеспокоены судьбой замерзающего лебедя в птичьей гавани. Что будет спернатым, когда водоем покроется льдом? Стала известна точка старта международного ралли «Шелковый путь», которая в следующем году примет Томская область. Это Соборная площадь. Сегодня место, где оборудуют стартовый подиум, осмотрел легендарный автогонщик Владимир Чагин. Организатор «Шелкового пути» специально приехал в Омск, чтобы обсудить все моменты проведения легендарной гонки. Событие такого масштаба в нашем регионе пройдет впервые. На открытии соберется больше 100 тысяч мячей и гостей города. Транслировать состязания с землей и воздухом будут крупнейшие телекомпании и не только российские. Денис Жарков расскажет о том, насколько ярким будет зрелище. Все слышали про Париж-Дакар, а теперь на весь мир прогремит гонка Омск-Урумчи. Наш город впишет своими в историю ралли-рейдов уже в следующем году. Две сотни участников на своих грузовиках, джипах, баги, квадры и мотоциклах соберутся на Соборной площади, чтобы отправиться в экстремальное путешествие по бездорожью. Финиш в китайском городе Урумчи спустя 5000 километров пути. Впервые гонки пройдут на территории Приортышья, Алтая и Западной Монголии. Сегодня Омскую Соборную площадь, где оборудуют стартовый подиум, осмотрел легендарный мастер, семикратный победитель ралли-дакар Владимир Чагин. Убедился, решение провести ралли в Омске было верным. Надеемся, что нам не помешают никакие обстоятельства, в которых мы сейчас находимся. И мы сможем 1 июля следующего года провести старт 11-го издания ралли «Шелковый путь» здесь, в Омске. Вот на этом месте планируем провести стартовый подиум. И, конечно же, покажем Омск всему миру в его красе, величии и гостеприимстве местного населения. Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. Маршрут постоянно меняют, чтобы показать географию нашей страны во всем ее многообразии. Ранее гонки стартовали в Казани, Москве, Астрахани, Санкт-Петербурге и Иркутске. Омск принял эстафету благодаря губернатору Александру Буркову, который предложил организаторам посмотреть на новый регион, место, где еще не оставляли следы колеса гоночных машин. Для проведения гонок задействуют немало объектов. Это концертный зал, где пройдет брифинг для СМИ. К нам приедет целая армия репортеров. И экспоцентр, где разместятся организаторы и судьи. Все моменты сегодня обсудили на совещании в правительстве. Ждается, что в Омск прибудет три сотни машин, шесть вертолетов и три самолета сопровождения. Транслировать гонку будет около сотни телеканалов. Увидеть соревнования мечи смогут и лично. На Левобережье и Соборной площади планируется собрать до 150 тысяч человек. Здесь будет на площади старт большой. И по территории Омского района, Кормиловского и Калачинского района пройдет сама скоростная гонка. То есть это 104 километра, где пилоты на КАМАЗах, МАЗах, грузовиках и мотоциклах и легковых автомобилях пройдут именно стоите 4 километра на максимальной скорости. Поэтому будут организованы пункты, где болельщики могут посмотреть, как на большой скорости идет КАМАЗ. Старт у нас спортивного этапа будет на ВДВ в 242-м учебном центре, где у нас ВДВ проводилось, где большие трибуны. И, конечно же, мы увидим, еще раз повторюсь, мировых гонщиков, которых, к сожалению, здесь мы пока видеть за все годы не могли. Работа по подготовке к соревнованиям предстоит огромная, но она того стоит. Авторалли в 2021 году и чемпионат мира по хоккею в 2023-м должны привлечь к Омску внимание спортсменов и болельщиков всего мира и дать мощный импульс для развития спорта и туризма в регионе. Денис Жарков, Владислав Осинцев, 12 канал. А вот поклонников бокса на трибуны не пустят, но зрелищное шоу все же покажут. В Омске стартовал всероссийский турнир по боксу имени Алексея Тищенко. Из-за непростой эпидобстановки увидеть бои вживую поклонники единоборств не смогут. Трансляции организовали в интернете. В наш город приехали боксеры из 16 регионов России. В Омску область представляют 25 спортсменов, в том числе и мастера спорта. Боксеры разыграют медали в 10 мужских и 2 женских категориях, а победители в каждом весе получат право на присвоение звания мастер спорта России. Новые трамваи «Спектр» выйдут на основные маршруты уже к концу месяца. Пока в тестовом режиме вагоны под номером 2 работают только на одном, самом коротком направлении. Специалисты проводят так называемую обкатку машин. Водители и кондукторы разбираются в особенностях техники. Кстати, оценить ее преимущество уже успела не одна сотня мечей. В каждом вагоне удобные сидения, панорамные окна и отдельные площадки для колясок. Очень хорошо, удобно, просторно, светло. Новые сидения удобно сидеть. Все нравится. И внешний вид очень хороший, красивый. Мы с сыном ждали, чтобы попасть именно на новый трамвай. Вчера у нас не получилось, а сегодня понравилось нам. Приятнее, конечно, потому что старый трамвай уже вообще никуда не будет. Трамвай хороший. Сейчас посмотрим, зимой тепло будет в нем или нет. Напомню, что новые трамваи презентовали мечам в начале этой недели. Пока их 12, еще столько же поступит в регион до конца года. Об этом с заводом «Уралтрансмаш» договорился губернатор Александр Бурков. Общая сумма контракта 688 миллионов рублей с рассрочкой на 5 лет. Проводят даже самые сложные операции. В Омском онкодиспансере, несмотря на пандемию, продолжают оказывать плановую помощь. Ежедневно доктора проводят по 3-4 операции. Некоторые совершенно уникальные. Жизнь пациентам спасают даже на самых поздних стадиях заболевания. При этом человек не теряет ни капли крови. А реабилитация проходит в разы быстрее. Екатерина Булучевская подробнее. На операционном столе пациент с тяжелейшим диагнозом – рак прямой кишки. Раньше такую опухоль удаляли только открытым, самым травматичным способом. Но сегодня хирурги-онкодиспансеры используют инновационный подход. Никаких широких разрезов, только один небольшой прокол. Реабилитация после подобных вмешательств проходит быстро и безболезненно. Риск рецидива, риск распространения заболевания резко снижается. Второй фактор – так как не происходит разреза гигантского брюшной стенки, нет мощного воспалительного ответа организма, тем самым не страдает иммунная система. На прошлой неделе была выполнена операция по лепарскопическим методам, по удалению всей толстой кишки у пациентки, у которой были тысячи полипов в толстой кишке, и уже один полип превратился в рак. То есть одна из больших таких серьезных операций, которые раньше выполняли только открыто. Операционная не пустует никогда. Даже в пандемию помощь оказывают всем пациентам, которые в ней нуждаются. Ежедневно доктора проводят по 3-4 хирургических вмешательства. Отделение лучевой терапии тоже работает на полную мощность. С потоком пациентов справляется и поликлиника. Онкологический диспансер работает в плановом режиме и ведет с приемом пациентов с подозрением на заболевания онкологические и состоящих на учете на онкологическом для специальных методов лечения. Объем не только хирургический, но и лекарственной помощи, лучевой помощи, то есть проведение лучевых методов лечения идет в полном объеме. Вопрос госпитализации или нахождения пациентов в условиях стационара не ограничен. Сегодня в стационаре онкодиспансера получают лечение 400 пациентов, а в поликлинике обследование ежедневно проходит до 700 человек. Остался в гордом одиночестве и пока не планирует покидать Омск. В природном парке Тичагавань на водоеме заметили лебедя. В редакцию 12-го канала обратились обеспокоенные жители. Как рассказали нашим корреспондентам эксперты, переживать не стоит, птица в порядке. Сейчас готовится к перелету. Температура равно воздуха и воды. Для крылатого обитателя пока комфортная. Сегодняшнего дня он остается у нас, потому что кормовая база у нас хорошая. Чувствует он себя хорошо, без спокойствия, никто его не беспокоит. И поэтому и подкармливать-то не надо. Поэтому пока мы ничего не сможем сделать, нравится ему здесь. Так как здесь мы мониторим состояние лебедя. Если будет, конечно, критическое, мы его изымем из естественной среды. Вскоре, как рассчитывают специалисты, запоздалый гость все же встанет на крыло и присоединится к стае лебедей-клюкунов. Если же птица предпочтет остаться в гавани, ее заберут на реабилитацию. Вольер уже подготовлен. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Этих можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Масло-сыр-комбинат Тюкалинский». Тибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Завтра, 13 ноября, в области Вомске и Снежном, в городе переменная облачность. Температура ночью минус 4, минус 5. Днем 2-3 градуса, ниже 0. В районах Пасмурно ночью минус 5-6. В дневные часы до 4 градусов, ниже 0. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра артутного столба. Все началось с него. Масло, созданное в Тюкалинском районе еще в 19 веке. Наше масло считалось эталоном вкуса и не имело равных. Сегодня мы производим еще сыр, творог, сгущенное молоко и другие полезные молочные продукты. А также отвечаем за весь процесс производства. От закупа сырья до появления на полках магазинов. Масло-сыр-комбинат Тюкалинский. Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Таковы новости этого четверга. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова